Ну кто не знает, что такое лето? Там много солнца, много света, есть народная примета. На природе все разветы, значит время года лета. Отдыхать не забывай, забудь ты и не заплывай. На педали нажимай, ну бывай здоров, давай. В общем, лето это кайф, ну и хватит об этом. Ведь каждый знает, что такое лето. Здравствуйте! Сегодня мы расскажем вам правила безопасности летом. Лето – это время отдыха, праздника, веселья, время купания в водоемах и загорания под теплыми лучами солнца. Все прекрасно летом, но есть и свои минусы в это время года. Чтобы лето было безопасным, нужно следовать простым правилам. Можно создать безопасную среду в летний период и избежать многих неприятностей. Вот вам основные аспекты безопасности летом. Летние ожоги – это одна из самых распространенных проблем летнего сезона. Поэтому, чтобы избежать этого, следует надеть одежду, которая будет защищать вашу кожу от солнца из натуральных и легких тканей, желательно светлого цвета, а также использовать солнцезащитный крем. В жаркие дни надо пить много жидкости. На улицу не забудьте взять с собой бутылку с водой. Тем, у кого на теле большое количество родинок, время пребывания на солнце стоит сократить. Если все же не удалось избежать солнечного и теплового удара, то вот первая помощь при этом. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе одинакова. Переместите человека в тень и вызовите скорую помощь. Приложить к голове пострадавшего холодный компресс. Дать попить не очень холодную воду небольшими порциями. Обтирание открытых участков тела пострадавшего влажной тканью. Для тех, кто предпочитает проводить отпуск на воде, безопасность также должна оставаться первой очередной задачей. Следует хорошо знать основные правила плавания, руководствоваться здравым смыслом и не тратить силы на необдуманные подвиги. Никогда не плывите один. Всегда используйте обязательный спасательный жилет. Не ныряйте головой в незнакомые воды. Опасно заплывать на дальние расстояния на надувных матрасах. Это ненадежное средство, предназначенное для плавания у берега водоема. Контролируйте длительность купания. Долгое пребывание в прохладной воде опасно переохлаждением. Как избежать укусов комаров летом? Используйте подходящие для вас репелленты. Если на улице не слишком жарко, одевайте закрытую светлую одежду. Если комар уже укусил и на месте укуса появился зуд и раздражение, можно помазать кожу специальным средством. Первая помощь при укусе клеща. Удалите насекомое сразу после обнаружения с помощью пинцета или специального клещеверта. Захватите насекомое у самого основания и вытащите спокойными вращательными движениями. Обратитесь к врачу в течение 72 часов после укуса. Врач проведет профилактику баррелиоза и назначит необходимые анализы. Первая помощь при укусе пчелы или осы. Удалите жало, не прокручивая его. Наблюдайте за своим состоянием. Если вы начали задыхаться и появился сильный отек, вызывайте скорую помощь. Молнии способны вызывать пожар и серьезно навредить человеку, оставив ожоги и даже убить. Если находитесь на открытой местности, немедленно ее покинуть. Постараться укрыться не в палатке и ни в коем случае не под деревом. Если крепких строений поблизости нет, прячьтесь в яме или другом углублении в земле. Отойти как можно дальше от воды, выключить мобильные телефоны, избавиться от металлических предметов, держаться в отдалении от постройки из металла и линий электропередач. Несмотря на возможные опасности, лето всегда остается любимым временем года. И для детей, и для их родителей. Не забывайте о разумных правилах безопасности. И пусть ваше лето не омрачат никакие неприятности. Дыхать не забывай, забудь ты не заплывай, на педали нажимай. Ну, бывай здоров, давай.